У вас такая большая машина. Спасибо. Это Toyota? Нет, это Kia. Странно, никогда не слышал о такой. Доброго времени суток, дорогие друзья. В предыдущем обзоре на Kia Sorento вы выразили свою недовольство по поводу нашего непристойного поведения, используемого в речи много же организмов и нецензурной брани. Мы с уважением относимся к своему зрителю, поэтому сегодня мы вместе с вами будем обозревать еще одну премьеру от Kia в интеллигентном формате. Принято считать, что классический внедорожник должен иметь равную конструкцию кузова. По этой причине Kia Mohawk является ярким представителем данного класса автомобилей. Именно поэтому мы сразу же отправились на нем лес, чтобы проверить его внедорожные качества. Однако первая же грязевая колея поведала нам о том, что на данной резине мы можем отправиться только нахуй. Вот и первая грязь на этой дороге показала, что нехуй нам тут делать. Шутки в сторону. На самом деле эта машина многим может похвастаться. И в этом обзоре мы рассмотрели ее с разных сторон в привычном для нас формате. Чуть-чуть сбил. Ну по такой поверхности ты что хотел сказать-то? Наконец-то они решили вопрос с внешностью данного автомобиля, потому что в предыдущем кузове он был, откровенно говоря, уродский. Даже те, кто покупал его себе, они просто закрывали глаза, говорили, офигенная практичная тачка, буду ездить на такой. Мода идет вперед. Раньше было модно круглые формы. А теперь мы видим более квадратные, более резкие формы, которые отражаются у нас, соответственно, здесь. Здесь массивный капот, резкий сруб, большие фары, большая решетка. Вот эти выемки на капоте, все очень массивное, жесткое, брутальное, мужское. Ну, надо признать, что с виду эта тачка производит определенный фурор. И если спереди у нас абсолютно новый вид мощной такой тачки, то сбоку у нас старый добрый Махав, который мы с 2008 года уже видим на наших дорогах. Ну, собственно, потому он и рестайлинг, что нельзя взять и поменять всю машину. И несмотря на то, что морда реально удалась, реально красивая морда, заняться, на мой взгляд, такая соу-соу. Просто из года в год машины стараются казаться все шире и больше. Здесь мы наблюдаем то, что она узкая и высокая. Но на этот раз он стал реально выше на голову по дизайну по сравнению с предыдущим Махавом. Потому что, глядя на предыдущий, возникает только одна эмоция. И у нас на обзоре трехлитровый турбо-дизель V6 мощностью 250 лошадок и крутящим 500. По этой причине 2,5 тонны, рамный недорожник. Довольно неплохо едет, я вам скажу. Переводим коробку в спорт, нажимаем газ и получаем эстетическое удовольствие. Так, ну тормоза, тормоза здесь, как и на других, как раз-таки равных автомобилях, отсутствуют, как таковое. Но в чем здесь есть злая шутка этой машины? Она достаточно динамична. Вот возьмем 200-й крузак. Он едет, на моторе 4,5 дизель. Едет где-то 10 с небольшим секунд. 10,2, 10,3. Про практики я вообще молчу, там 12, там 2,8 дизель. Здесь трехлитровый V6 дизель на восьмиступенчатом автомате позволяет этому тяжелому автомобилю, весом почти 2,5 тонны, выезжать из 9 секунд. Мотор с коробкой не претерпели никаких абсолютных изменений. Почему? Потому что они им не нужны. Данный мотор, можете почитать на любых форумах, ходит 300-400 тысяч километров. Такая же тема здесь и с самой коробкой. Никаких проблем нет. Так более того, этот мотор спокойно потребляет нашу российскую солярку и спокойно будет жить в регионах, где 9 месяцев зима. То есть с холодным пуском проблем нет, с топливом тоже проблем нет. Если мы проговорили про динамику, будет целесообразно рассказать про расход. Вот. Расход здесь порядка 12 литров на 100 километров. На обкатке это, конечно, 16. И, ну, не стоит сильно переживать из-за этого, если вы взяли машину, ехать бомбить дилеру мозги не нужно. Это обычное дело навсегда. Все автомобильные обкатки жрут много. Здесь 12 литров примерно. Это, в принципе, я считаю, достаточно хороший показатель. Все-таки дизель, конечно, ну, кто-то хотел бы, чтобы и 10 не было. Ну, за все, за динамику нужно все наплатить. Хватит жрать. Отдай. Что за убогий салон? Вы о чем думали, когда делали вот это уродство вообще? Данил, мы не BMW, мы сейчас Kia новый снимаем. А, да, Kia, точно. Нет, Kia делает вещи реально. Все на местах, все гармонично. Вот прям садишься, как в Mercedes. Мне нравится. Из видениях искусств Я думала, что вознесусь От красоты или от чувств И на самом деле, Kia и вправду молодцы. Под стать красивой, брутальной, премиальной внешности Салон также красив и премиален. Особенно премиальности придает вот этот здесь пластик. Очень премиально, на мой взгляд. Да-да-да, премиально. И, конечно же, здесь сидения выполнены из качественной кожи NAPA. Все с подогревом, даже в базовой комплектации, как руль, так передний ряд, так и, собственно, задний ряд. И эти самые сидения перекочевали полностью из предыдущего Mojave. Со всеми своими плюсами и, к сожалению, минусами. Просто мягкие диваны, валика нету, как в Sorento, например, лифта сидений у пассажира тоже нету. И вообще посадка достаточно высокая. Вот я сейчас сижу, у меня сидение в самый низ опущено, и с ростом 1,90 м здесь будет уже на грани фола. Ну, в принципе, равная конструкция, она, с одной стороны, не позволяет упасть ниже, но сидение можно было переработать. К слову, на Prado, который дороже на миллион, за 4,2 в комплектации, там, престиж, наверное, тоже не будет лифта сидений у пассажира. Оно регулируется только вперед-назад и спинка, вот так, все. Поэтому зачем делать лучше, если на том же уровне, только дешевле, да? На Prado, кстати, за 3,8, что на 300 тысяч дороже, чем максимальной комплектации данного автомобиля, вы будете сидеть за 1,5 миллиона и вообще на тряпке. Так что радуйтесь, радуйтесь, за 3,5 миллиона и отличное сидение. Климатическая система здесь интеллектуальная, и, собственно говоря, она сама выстраивает и температуру, и включает обогрев руля, включает обогрев сидения или вентиляцию. То есть, в принципе, машина за комфортом следит. Насколько это все хорошо работает, вы узнаете после того, когда купите эту машину, но я думаю, что работает. У нас на обзоре с вами комплектация Premium, максимальная комплектация для данного автомобиля. Тем не менее, она все равно не может порадовать нас панорамой. Почему? Ну, потому что эта машина не про панораму, она не про понты, она про практичность и удобство. И поверьте, здесь этому не занимать, ведь все-таки эта машина в первую очередь для американского рынка. Об этом нам говорят. Два подстаканника на центральной консоли, очень большой вместительный подлокотник, обилие зарядных устройств, беспроводная зарядка, 100% must-have в 2020 году. Внимание на заметочку Toyota Prado взять. Зарядка на 220 вольт для задних пассажиров у нас имеется, и это в дальних поездках определенно удобно. Мы сейчас заряжаем там аккумулятор для этой самой камеры. Ну, более того, что камера с обзором на 360, для такой большой машины это тоже должно быть, как на бездорожье, так и в городе, это максимально удобно. И, опять же, в сравнении, на 200-м грузаке у вас за 5,5 миллионов будет только задняя камера. На самом деле, очень хорошо получилась эргономика салона, все кнопки у тебя под рукой, большие мониторы, 10-дюймовая приборка, 12-дюймовая мультимедиа. Да, действительно, выполнено это все а-ля старый 221-й Mercedes, только на каких-то максималках или на новый лад. Ну, собственно говоря, если сравнивать эту машину с японцами, например, с 200-м грузаком, то теперь ему до сюда еще долгое-долгое время бежать и нагонять. И отдавая дань современности и моде, мы здесь будем лицезреть обилие черного глянцевого пластика, как на центральной консоли, так и вдоль торпеды. Чем тебя 200-м грузак не устраивает? Нормальная тачка. К сожалению, время не для всех ведет вперед, и какие-то бренды застряли там навсегда, а какие-то стремительно развиваются, как это делает Kia. Toyota. И несмотря на то, что Маха вышел, по сути, на целый месяц позже, чем Kia Sorento, мультимедиа по каким-то причинам здесь ей уступает. И вот этот момент бы хотелось бы прояснить. Да-да, проясни мне за 200-й грузак. Еще один комментарий про 200-й грузак, в котором мультимедиа до сих пор является атовизмом, а компас и барометр – иконой инженерной мысли. На самом деле фишка в том, что за бугром этот автомобиль давно уже вышел, а в России все происходит в корне наоборот, как обычно. Сначала вышла К5, потом Kia Sorento, теперь мы видим новый Kia Mahab, который лишен, например, такой функции, как отображение зеркала бокового обзора при перестроениях и включении поворотника внутри колодца приборной панели. Еще не хватает душе такой функции, как звуки природы в мультимедии. Нужно сказать, что даже в Kia Sorento уже есть двойное остекление, а в Mahab до сих пор нет. И одно стекло не в состоянии обеспечить нормальную шумоизоляцию в этом автомобиле. Грузааааа. Ну, хотя, самые противные звуки оно отсекает. Уходи отсюда, сука! Убью нахуй, блядь! Уходи отсюда, блядь! сейчас мы превратим данный автомобиль всеми местный потому что мы не пользовались еще этой функции но чтобы это сделать нужно так понимаю попотеет для начала нам нужно так и снять сети вообще ебать чтобы разложить задний ряд сидений нужно выполнить большое количество манипуляций во-первых нужно отцепить вот эту вот полку отсюда которую кстати говоря некуда потом положить поэтому если вы хотите поехать в семеро сначала попробуйте вытащить эту полку каким-то макаром потом ее нужно оставить дома или просто вот здесь потом нужно пойти вперед двинуть вот это сиденье двинуть вон то сиденье потом потянуть штурвал на себя и теперь мы уже можем попробовать посидеть сзади но куда девать вот эту полку может быть сюда но нет вот такая вот история с полкой у нас получается и так мы оставили полку дома сами переместились на третий ряд сидений я вам хочу сказать что здесь реально комфортно это пожалуй самая комфортная синиместная машина с точки зрения нахождения на третьем ряду в которой я сидел это для роста метр восемьдесят пять здесь есть задел как сверху так и при полностью откинутые спинки на меня я здесь хорошо помещаюсь со своими коленями люби меня люби жарким огню ночью и днём а сейчас дорогие друзья будет у нас проходить тест радора так как нам манекен ну жалко выставляете в качестве подобного у нас будет стасян и так стас у нас мертв по той причине то что щебенка и его задавила на работы она работает но в целом система сработала хорошо как депутат любицкий посматривает свои владения не депутат а глава колхоза ай-яй-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй ты колхоз не цвати и не думайте что эта машина является полноценным внедорожником ведь полный привод и здесь обеспечен муфтой которая делает данный автомобиль немного транссексуальному и в сумме всех характеристик я бы его назвал равным кроссовером ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй но любить тебя не собираюсь я я пойду туда где высоко рожь и да махав может похвастаться плюшками вроде пониженной передачи и даже межколесной блокировкой задней оси но ее корректной работы мы так увы и не дождались ай-яй-яй-яй-яй полюблю того кто на тебя похож и если вы хотите купить себе полноценный внедорожник тогда берите уазик или pajero sport жигу возьми или волгу на крайнях и и И несмотря на то, что мы пытались на шоссейной резине заехать в какое-нибудь легкое новнедорожье, и мы думали вообще никуда не заедем. Все-таки она нас подудивила, серьезно подудивила. Конечно, не хватает блокировок, ей тяжело, но все-таки она справляется, клиренс и рама дает о себе знать однозначно. Основные изменения в подвеске здесь находятся в задней части автомобиля, там у нас теперь отсутствуют пневмо-баллоны даже в самой максимальной комплектации, что 100% сказалось на ценнике, он не улетел в космос, зато по комфорту я не вижу разницы, что пневмо, что пружина отрабатывают на все 100%, причем пружины всегда спокойнее, и всегда надежнее, и всегда дешевле. И если сравнить эту машину с конкурентами, то по сути их два. Это Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado. И если с Pajero Sport этот автомобиль находится в одной ценовой категории, но имеет уже больше комфорта, более премиальный дизайн и новую внешность, то у нас за Toyota Prado вам придется выложить на 1 миллион рублей больше, чтобы получить те же функции. Ну а если говорить про 200-й Крузак, то там вообще они начинаются по стоимости от 6 миллионов, я не знаю, чем это обусловить, но, наверное, в стране у нас кризис. 200-й Крузак стоит уже дороже трехкомнатной квартиры. Это не кризис, это ***. Ну и подводя итог, данный автомобиль мне лично очень понравился, я считаю, что на российском рынке он будет чувствовать себя очень комфортно, ведь самым главным недостатком этой машины до этого была его внешность. Вуаля, здесь все исправили, как внутри, так и снаружи. Эта машина очень приятная. По комфорту и по своим функциям она дает ровно то, что вам нужно. Конечно, не управляй мечтой, но вот дает то, что вам нужно, и это отличный слоган для этого автомобиля. Какая Тойота! Киа делает вещи! Вот сейчас едем по трассе 80 км в час. Я вот полностью ощущаю себя в этой машине X2. Мне сейчас 25, но чувствую на все 50. Вот это вот. Машина формирует поведение на самом деле. Пересядем в BMW и помолодеем. Но не сегодня.